Выехали, получается, на сторону ЛНР и через Россию перебирались просто потому, что российские войска, которые оккупировали рубежные, они пропускали на сторону Украины. Когда я узнала, что здесь можно сделать реальное дело, помочь людям, то вот мы с мужем вместе пришли и записались волонтеры. Я противник диктатуры и противник авторитарных режимов. Примерьте, там струнчик есть? Примерьте. Если подойдут, забирай. Можно сказать, в чем стояли, в том и выехали. Возле нас недалеко разорвался снаряд. Почему такой поток идет на Германию? Потому что другими путями бесплатно в Европу не уедешь. Так просто. Обидно, что приходится в 21 веке бежать. Здравствуйте! Это программа «Балтия». Меня зовут Владислав Андреев. Поток украинских беженцев в Латвию, точнее, через Латвию, не прекращается. Теперь люди бегут из оккупированных российскими войсками частей Украины через Россию и уже с российско-латвийской границы приезжают сюда, в Ригу. Многие потом уезжают дальше, в Западную Европу. Но, оказавшись здесь, в Риге, около Международного автовокзала, еще недавно люди просто не знали, что делать. Их тут никто не ждал. На помощь пришли волонтеры. Я поддерживаю Украину и я сочувствую людям, которые пострадали от войны. Поэтому я пришла. Когда я узнала, что здесь можно сделать реальное дело, помочь людям, то вот мы с мужем вместе пришли и записались волонтеры. Что там есть? Я противник диктатуры и противник авторитарных режимов. Так что для меня тут не было какого-то такого сложного выбора, куда идти. У нас есть вот чай, кофе какие-то для детей, напитки, печенье. Так, сейчас сахар дам. Спасибо. Можем помочь найти место, где переночевать. Если они могут сами заплатить, то тогда мы находим для них дешевый холстел, ну или какой они могут и хотят себе получить. Можем показать, как туда пройти, проехать. Если какая-то критическая ситуация, там маленькие дети, нет совсем денег, то есть бесплатные варианты. Из вещей, ну, здесь только такие вещи, которые нужны вот прямо сейчас, в дорогу. Бывают нужны чемоданы, какие-то теплые куртки, вот когда погода, как сейчас. Люди иногда приезжают там из жары, да, а здесь холодно. Вот такого рода вещи. Иногда туфли там порвались совсем, вот нужно. Бывает. Нормальный. Примерьте. Там стучек есть, примерьте. Если подойдут, забирайте. А можно я коробочку пока оставлю? А это самое померяю, хорошо? Или с коробкой, ладно. Из Харькова ехали поездом до Львова и периодически останавливались. Поезд опоздал на пять часов. Мы опоздали на автобус свой, потому что бомбежки были. Периодически останавливался. И вот так вот. Извините, пожалуйста. Какой здесь план, что вот вам помогли уже, я смотрю? Да. Помогли. Потому что мы выехали. Можно сказать, чем стояли, в том и выехали. Возле нас недалеко разорвался снаряд. В нас в квартире повылетали стекла и возле нашего дома разорвался снаряд. И погибли три человека. Один мужчина собачку выгуливал, а два женщины шли за хлебом и попали под осколки. Поэтому мы, конечно, в таком стрессе были. Не до сборов было. Что схватили, то и уехали. И большое спасибо, что здесь есть такой пункт, который нас немножечко приодел и приобул. Хотя бы одного из членов семьи. Что, дальше вы куда-то едете? Да, к сестре. Сестра моя здесь живет. Поэтому... То есть вы в Латвии остаетесь? Ну, пока, да. Пока, да. Мы работаем с 8 часов до 12 ночи. Мы поделили на три смены. С 8 до 14, и до 14, и до 24, и до 20 ночи и до 12 ночи. Бывает так, что мы и задерживаемся, и после, потому что, например, есть автобусы, которые там в 12.05, и мы не знаем, например, человек не смог купить билет, его посадят, не посадят. Может быть такое, что как бы не посадят, потому что мест нету, да, онлайн не удалось купить, и тогда мы там уже в 12 ночи распределяем тоже на ночлег. Каждые, там, 2 минуты, каждые 5 минут какой-то вопрос что-то задают, что-то прилетает к этой ситуации, ты включаешься, и вот такие, там, не знаю, много функциональностей, много задач, там, не знаю, там, 15 задач одновременно надо решать. И в течение дня бывает, что руки опускаются, что просто нету сил, как будто бы уже, или там плакать хочется вместе с этими людьми, которые рядом с тобой плачут. А тут, не знаю, там, принесут кто-то баночку с 20 центами, кто-то отпишет, кто-то поделится, там, стекаются там 30 чемоданов, да, которые для людей, и ты видишь, что как бы поддержка идет, и как будто бы в какой-то там полчаса за день легче дышать, да, и уже как-то, как-то полегче. На нашей точке участвует где-то, может быть, уже около 60 волонтеров, там, утром, вечером по 2 человека, днем это примерно около 5-6, потому что, ну, основной поток, он, да, все-таки такой днем происходит. По 150 человек, 200 человек как бы в день проходит через автовокзал, и истории, конечно, ужасающие, потому что, если рядом стоит женщина или девушка, и она плачет, и ты просто не можешь не плакать вместе с ней. Я из Украины, здесь живу уже почти 5 лет. И во время начала войны я была уже здесь, и чувство комплекс выжившего не дал спокоя, поэтому я волонтерила в консульстве, искала, где можно это делать, чтобы как-то помочь. Мне родители вот недавно буквально уехали обратно в Киев, они ехали машиной через всю Украину, и, да, страшно, да, разбитые заправки, стоящие танки, это вот уже сейчас, то есть это 3 месяца прошло. Пришел когда-то дедушка, у него была, он был в тапочках, да, он был в тапочках, да, в тапочках. Ему он был 46-го года, тоже запомнился очень сильно. Он 46-го года рождения, это ему почти 76 лет, под 80, и он приехал в Латвию, чтобы обустроить жизнь и сюда привезти жену свою. И я подумала, вот это позитив у человека, да. Помогаем зарезервировать билеты, кому нужна еда, какие-то напитки. У людей зачастую нет не то, что денег, у них даже телефона с собой нет, то есть физически не существует такого телефона. Была мама одна с ребенком, ко мне подошел мужчина и попросил, говорит, а можно вот ребенку покушать? Я говорю, конечно, то есть предложили, да, покушать. Она говорит, ну а можно, мы вот не ели два дня, у меня жена кормящая. Ну, сказать женщине, что кормящая мать не ела два дня, это, ну, тоже, ну как, ну а как по-другому, что делать? То есть все это помогается, даем все, что можем. В Риге большинство, это транзитники, это отдельная группа, это надо понимать, что большинство из них, они двигаются дальше в Европу. Основная часть, может быть, 50%, они направляются в Германию. Возможно, потому что есть бесплатный путь, это транспортное сообщение бесплатное в Латвии, да, они доезжают до Риги, и с Риги едут дальше в Лепую, и после Лепы есть бесплатный паром в Трабе-Мунде. Это там недалеко, ну, большой город Любек, и, не знаю, до того же Берлина, там 200-300 километров, да, и это бесплатно. Это, наверное, ключевой момент, почему такой поток идет на Германию, потому что другими пусями бесплатно в Европу, ну, не уедешь, так просто. Из Лепы будет паром. Вы сядете на паром вечером и пойдете в Трабе-Мунде. Через 36 часов вы в Германии, в Трабе-Мунде. Трабе-Мунде, да, это просто причал. Вам надо будет там съездить на местный автобус, ну, там все на него будут, садиться, доехать до Любека. То есть Любека в Гамбург. Гамбург – это первый крупный город такой. Там уже ищите автобус, куда вам нужно. А там, не знаете, есть волонтеры? В Гамбурге точно есть. Вот до Гамбурга может не быть. Я еду в Хёртенг. Это Германия. Собственно, еду я из территории неподконтрольной Украины, потому что там уже, я так понимаю, ничего хорошего не будет. И сейчас жесткие обстрелы, поэтому я решила, что больше я не буду ждать. Восьми лет. Откуда именно? Город Макеевка. Это Донецк. Оттуда можно уехать? В Европу? Только через Россию. Автобус, видимо. А так нет, не взял я. Что-то, может быть, какие-то подробности, что вы видели? Говорят там о насильственной мобилизации мужчин. Что там происходит? Что вы видели? Насильственная мобилизация. Вот если вы вышли на улицу, то здравствуйте, пройдемте. И все. Прям так нельзя отказаться, уйти, спрятаться? Вы ничего не имеете. У вас нет никаких там прав. Не важно, мужчина вы или женщина. У вас нет никаких прав. Откуда мы? С Харькова. Едем в Германию, пока пересидеть в войну. Нас там уже ждут родственники. Завтра уже вечером будем в Германии. Пока так. Из Харькова мы уехали еще 5 марта. Какие обстоятельства? Были сильные обстрелы города. И поэтому для того, чтобы увезти оттуда ребенка, уехали. Сначала уехали к родителям в Луганскую область. А с 8 марта Луганскую область оккупировали. И мы сидели там 2 месяца, потому что там было тихо. Пока было тихо, безопасно для ребенка сидели. Но вот в последнее время стало громко и у нас в Луганской области. И нам пришлось сюда тоже бежать. Бежали через Россию, потому что на Украину все пути закрыты. Путь через Россию – это границы. Границы очень сложные, очень долго. Но для женщин, для детей еще более как-то лояльно. А мужчин проверяют от 5 часов до полутора суток на границе. То есть проверяют абсолютно все. Очень сложно. Поэтому мы двое суток были в пути именно из-за этих границ. Проверяют абсолютно все. Не знаю, и на татуировке, и телефоны залазят в такие места. Хотят что-то найти, непонятно что. Ну и по России, да. Каждый пункт ГАИ тоже останавливают. Всех мужчин проверяют почти так же, как и на границе. Абсолютно. И раздевают телефон, и все. Очень страшно и обидно, что приходится в 21 веке бежать. В чем и Германия? Просто наша родственница немножко раньше выехала. Неизвестность с ребенком тоже как-то сложно. А там уже какая-то определенность. В общем-то, к своим ездям. В общем-то, к своим ездям. В общем-то, к своим ездям. После того, как мы, например, людей встречаем, людей кормим, кому-то надо было, они там опаздывают на этот паром. Тут целая такая процедура. Если ты до 16.00 не успеваешь выехать в Лепу, то ты уже не попадаешь на паром. Соответственно, тебе надо заказывать паром на следующий день. Тебе надо где-то ночь быть. У тебя там не может быть денег. Тут все вот так вот скапливается. Мы даже сделали чат для людей, которые идут через нас, но которые едут в Германию, чтобы они друг другу помогали. Потому что эти люди, которые уехали вчера, это будущее тех, кто приехал сегодня. И кто приезжает, они ничего не знают. Они у нас спрашивают, есть ли там волонтеры, помогут ли нам. А какая поддержка? Допустим, был праздник в Германии. 30 человек осталось на улице ночью с детьми. Не пустили в лагеря. И как-то смогли в этом чате сорганизоваться, поддержать, куда еще можно обратиться. В общем, такой канал взаимопомощи тоже, где человек помогает человеку, тоже мы организовали. Мы из Рубежного, Луганская область. Долго добирались? Да, добирались 6 дней в пути. Выехали, получается, на сторону ЛНР и через Россию перебирались. Просто потому, что российские войска, которые оккупировали Рубежное, они пропускали на сторону Украины. И сложно было? Сложно, но просто с вещами плюс с собакой. Собака очень сложно вообще путешествовать. Была мысль не брать собаку? Нет. Нет, ну это член семьи, как ребенок наш. Никогда не бросил. В подвале вместе ночевали, нет. Он пережил практически всю оккупацию Рубежного, пока там были бои. Абсолютно. Поэтому оставлять его там, ну это прям преступление. Мы уехали после того, как у нас в первый день прилетело две мины прямо во двор и повыносило рамы с балкона. И на следующий день нам прилетело прямо под окно с другой стороны. Уже стекла себе посыпались. Но там уже прилетела, разорвалась мина. Да, прямо. Спас просто магазин, который там был у нас внизу. И, ну так получилось, что вот эти ступеньки к магазину, вот они защитили по сути. Но окна тоже выбил. Окна побитали все. Осталось у вас там? Да, мои родители. Родители остались. Связи никакой нет вообще. Мы даже не знаем, что они там. Ехали тоже под обстрелами, под минами. Только выехали, начали сильные обстрелы. И мы бежали. Ехали, там страшно очень было. Ну выехали, слава богу. Есть такая категория, которые не знают, куда вообще ехать. Не знают. Они едут ради того, чтобы ехать. Могут просто остановиться, плакать, задуматься о том, что вообще... Ну понимать, что им некуда ехать, да. Это такая тоже большая часть людей. И мы тогда стараемся, волонтеры, как бы просто поговорить, понять, придумать хоть какой-то стратегический план. Спросить, а вам надо в Германию, если у вас никого нет? А почему не в Латвии вам не остаться? Если вы уже тут, зачем ехать? И правда есть семьи, есть люди, которые задумываются и понимают, что они едут в пустоту. А тут хоть, не знаю, те же волонтеры становятся каким-то родным уже человеком, на которого можно опереться. И тогда вот мы помогаем там уже дойти до Кальцию-1, получить вот помощь, которая вот в Латвии им возможна. У меня мама с Украины, с Ивано-Франковской области, там город Баграчаны, деревня Хмеливка. Я там все детство тоже в Украине проводил. Это, конечно, и личная тоже поддержка. Да и не важно, что там с Украины, тут любое такое бедствие, которое рядом с нами оказывается, где мы в силах помочь. Когда у нас есть люди вокруг, ресурсы вокруг, там аудитория, то, конечно, это такая, ну, не знаю, активная и гражданская позиция, и личная позиция. Тут просто все замешано. И, конечно, если мы можем помочь, мы помогаем. И, ну, в этом и есть миссия, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются. Моя позиция такая, что если я вижу, что есть какие-то проблемы, или я готов что-то изменить сам лично, задействую какие-то свои силы, то я беру это и делаю. Надеюсь, что тоже какая-то поддержка других волонтеров подключится, потому что силы, конечно, истощаются, и невозможно в таком темпе работать, потому что это каждый день без выходных. И, конечно, главное, чтобы наши волонтеры и ребята не выгорали. Но, ну да, это такой пока что один долгий день, в общем, мне кажется, для всех, который начался 24 февраля и продолжается до сих пор. За четыре месяца через Рижский автовокзал прошли 13 тысяч беженцев. Их транзитный поток не прекращается, нагрузка на волонтеров растет. Поэтому тут очень ждут не только пожертвований, но и новых добровольцев, готовых дежурить на вокзале хотя бы по несколько часов в день. Потому что в такие времена маленькое окошко волонтерского пункта дарит многим людям большую надежду. Это была программа «Балтия». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова